у нас сегодня тема называется безопасность в интернете новые угрозы и новые вызовы и возможно многие из вас ожидают что мы сегодня будем говорить о способах защиты информации на крипто безопасности и прочих прочих кибербезопасности и прочих всяких вопросах на самом деле это традиционное понимаем безопасности информации то есть обезопасить информацию предполагается сделать ее недоступны для утечек для несанкционированного доступа обеспечить целостность информации то есть все то чем занимаются компьютерщики которые обеспечивают информационную безопасность и в общем-то для многих это связано техническая вещь непосредственно связана с интернет-безопасностью но в последнее время и сейчас безопасность информации в интернете понимается не столько с точки зрения технологий то есть обеспечение технической защищенности информации сколько именно с точки зрения контента и мы сегодня с вами будем рассматривать безопасность информации в интернете именно с точки зрения контента потому что у нас информация с момента появления человеческого общества как вы понимаете людей отличает именно способность коммуникации то есть передачи информации осмысленной все в нашем мире это передачи информации даже наша с вами жизнь возникает путем передачи информации поэтому безопасность информации мы будем рассматривать с двух точек зрения это безопасность ее от тех зависимость от тех угроз которые предоставляет у нас во-первых искажение истины то есть недостоверная информация фейки все что с этим связано и вторая часть эта информация которая так или иначе негативно влияет на личность то есть деструктивная информация которая разрушает личность либо толкает ее на какое-то деструктивное поведение либо это какое-то антисоциальное поведение либо причинение вреда себе другим имуществом то есть вот с этой точки зрения мы с вами сегодня рассмотрим информационную безопасность информации в интернете начнем мы с вами с фейков потому что недостоверная информация или фейки это отнюдь не продукт новой эпохи слова может быть нашей стране новое но относительно новое наверное уже она используется ближайшие лет семь но тем не менее до этого слова фейков не было а вот недостоверной информации борьба с ней была еще марку туле цицерону приписывают такую фразу что несправедливость достигается двумя способами насилием или обманом то есть обман это один из самых древних способов манипуляции общественным мнением достижения несправедливости путем нужного человеку результата во все времена слухи интриги скандалы расследования это были очень эффективные способы воздействия на власть получение информации какой-то которая носит может быть даже и достоверной и дозированные и представление определенным образом утаивание части информации всегда были способом воздействия на граждан общества но на общество в целом уже в во времена второй мировой войны у нас информационные кампании которые проходили во всех странах там и которые вела фашистская германия надеюсь это мы все люди образованные знаем что там происходило это именно недостоверная информация передергивание информационные кампании они как раз позволили достигнуть той цели которую хотел тогда фашисты и гитлеровская власть и после этого в период холодной войны как вы помните по конечно заеду историческим всяким материалом я тоже во время холодной войны еще не родилась но тем не менее это была очень информационная война это как раз и была холодная война это прежде всего была информационная война поэтому а фейки это действенное оружие войны это первое надо всегда это понимать и любой борьбы это может быть борьба между государствами между политическими партиями между конкретными коммерческими компаниями все это у нас недостоверная информация и поэтому борьба с ней имеет очень важное значение для того чтобы бороться с фейками у нас есть несколько путей и все страны так или иначе проходит этот вопрос о том вообще как бороться с недостоверной информации пока у нас все на сми были представлены традиционными журналами газетами телевидением было основным способом борьбы с фейками было регулирование именно деятельности журналистов и журналисты отвечали у нас за предоставление информации в случае представления достоверной информации их могли лишать определенных прав и наказать определенным образом также само издание могло поплатиться в том числе лицензии ну в общем борьба с фейками велась через сми но когда у нас появились социальные сети а даже не просто социальные сети сейчас у нас возможность распространения информации и контроля за ней гораздо распространение информации возможно стало гораздо больше а контроля за ней стало гораздо меньше там телеграм-каналы чаты всякие прочее прочее то встал вопрос о том что традиционные способы борьбы которые были до этого исключительно такими регуляторными можно сказать надо дополнять какими-то техническими способами потому что человек явно не справляется обычные эксперты явно не справляются с тем что есть и поэтому стал вопрос о том как вообще выстраивать вот эту вот политику борьбы с фейками ну давайте все-таки чтобы закончить регуляторную часть и регуляторный подход к борьбе то есть через нормативные акты и через всякие запреты и ограничения привлечения к ответственности у нас еще до пандемии в девятнадцатом году многих странах заговорили о том что необходимы закон об онлайн безопасности и включить в этих законы необходимо запрет распространение недостоверной информации которая составляет на любой недостоверной информации мы же понимаем что у нас далеко не всегда фейки так опасно для общества только та которая может привести создает угрозу общественной безопасности связано с пирс период каких-то определенных явлений допустим там связано с всякими событиями с которые происходят всякие катастрофы или там природного техногенного характера когда сразу же начинаются спекуляции с количеством жертв пандемия тоже дала пример того как про болезни про вирусы вакцинацию про это все тоже распространялась недостоверная информация и реально это приводило к угрозе общественной безопасности потому что люди в панике начинали там скупать и делать какие-то запасы уезжать из городов и тогда стали понимать что необходимо бороться с этой бороться с обстранением информации встал вопрос о том во первых как ее определить потому что законе за что мы наказываем за что мы не наказываем а во вторых кого мы будем привлекать конечно самым очевидным очевидным кандидатом на привлечение к ответственности является тот кто информацию распространен ну как вы сами понимаете ситуации с телеграм-каналами репостами и так далее выявить кто был первым первым самым бросил ту или иную информацию практически невозможно поэтому есть второй подход кого мы будем привлекать к ответственности всех кто информацию распространил независимо от того даже сослался он на кого на то что это комментарий или нет если ты распространяешь информацию значит ты с ней согласен поэтому вот тоже еще один подход есть еще один подход который тоже имеет право на существование надо наказывать тех кто информацию распространять пусть они предпринимают всякие меры для отслеживания непонятных новостей и в общем давайте их наказывать ну как вы понимаете кроме самого первого подхода что наказан должен быть автор фейка все остальные подходы они имеют множество сторонников против потому что допустим самый основной аргумент пользу на тех кто репост осуществляет что это свобода мнения и я могу распространить ту же самую недостоверную информацию со ссылкой посмотрите какой бред пишут в социальных сетях но тем не менее информация разойдется и кто-то может воспримет ее не как бред а как достигнет цели с фейк поэтому данном случае в нашей стране подход очень простой если ты распространяешь информацию и при этом не высказываешь какое-то негативное к ней отношения то ты значит распространяешь информацию как автор независимо от того сам ты сгенерировал этот фейк или взял его где-то еще в сети что касается социальных сетей мессенджеров и прочих кто у нас распространяет непосредственно физически вот эту недостоверную информацию то здесь у нас подход более гуманный потому что действительно во многих случаях те же мессенджеры они его ли просто являются технически не имеют доступа к контенту не могут его проверить в отличие от соцсети если соцсеть любая она имеет доступ к контенту может модерировать контент то мессенджеры и эта особенность может быть конечно есть технологии они всю информацию получают я даже не сомневаюсь что наверное они могут иметь доступ к любой информации но чисто технически они рассматриваются точно так же как любой допустим оператор телефонной связи который не имеет права знакомиться с тем с контентом а просто осуществляет техническую функцию по передаче данных вот точно также рассматриваются мессенджеры поэтому мессенджеры у нас в принципе по другим отвечают принципам и подходом чем социальные сети социальные сети у нас должны обеспечить контроль за распространением недостоверной информации как они это сделают это их личное дело у нас был принят когда закон о так называемый самоконтроле соцсетей соцсетям было внесено статья 10 6 закона об информации 149 появилась что соцсети сами должны решить как они будут бороться с недостоверной информацией забегая вперед скажу что с деструктивным контентом который запрещен законом они тоже должны бороться и отслеживать его сами должны блокировать или предпринимательные меры для его нераспространения и потом они должны соответственно если они этого не делают то любой пользователь может пожаловаться и уже тогда роскомнадзор соцсети каким-то образом у нас привлечет к ответственности ну а так вот такая у нас подход к ответственности соцсетей насколько он правильным других странах есть и другие подходы вот что соцсети должны в полной мере отвечать за контроль и там независимо от того смогли или не смогли то там отреагировали не отреагировали на какой-то факт они должны нести ответственность поэтому вот это то что касается регулирования подобное регулирование и ответственность у нас установлена административная уголовная ответственность за распространение достоверной информации но не любой административная у нас более широкая ответственность это если как раз информация причиняет создает причинение угрозу общественной безопасности связано с угрозой для власти и так далее то есть эти потом добавилось еще и все что распространяется вооруженных силах а спецоперации а вот что касается уголовной ответственности то здесь первую очередь информация о коронавирусе во вторую очередь информация о спецоперации фейки недостоверная у нас приведет к уголовной ответственности надо сказать что у нас эти статьи не лежат без дела и за распространение информации административную ответственность очень активно привлекали равных совершенно простых жителей и жительниц нашей необъятной страны прежде всего в период коронавируса но потом вот сейчас и все что связано со своего тоже активно привлекается уголовных дел гораздо меньше но тем не менее они есть кроме вот это вот еще если мы говорим все-таки про регуляторную часть борьба сложной информации у нас во всем мире регулируется это вот как я уже сказал первый блок противодействие тем кто распространяет ложную информацию это вот нас стране индия филиппина австралии италия канада противодействие тем кто распространяет информацию об этом мы поговорили есть это и в других странах не только в россии второе это регулирование рекламы и в том числе политической рекламы это у нас отличаются соединенные штаты австралии канада великобритания то есть в принципе страны общего права активно регулирует политическую рекламу устанавливать немного множество требований чтобы тем самым выявить автора в случае чего недостоверной информации и его привлечь к ответственности и регулирование деятельности онлайн платформ тоже у нас вот как я сказала тоже взяли на вооружение этот метод но это есть и в других странах германия была вообще первопроходцем если вы знаете у них первый был закон о соцсетях появился также у нас австралии индия канада китай поэтому большинство стран очень активно сейчас оборется регуляторными способами с недостоверной информации но помимо помимо таких вот регуляторных мер борьбы у нас есть и технические способы и многие считают что именно технические способы борьбы и должны использоваться в первую очередь сразу скажу что третий подход к тому как надо бороться с фейками это повышение общего уровня культуры образованности всех граждан и повышение доверия к власти потому что если официальные источники информации они у нас считаются что всегда на официальных каналах говорят неправду то люди будут искать альтернативные способы получения информации вот тут как раз риск получения недостоверной информации возрастает поэтому вот повышение именно улучшение имиджа официальных каналов плюс общие меры цифровой гигиены от чекинг и прочее это как раз третий такой большой способ третий еще один важный подход который можно использовать для борьбы с фейками это всем гражданам разъяснять что такое вообще фейки чем они страшны и как отличить один фейк от другого понятное дело что сейчас совершенствуем технологии способы представления недостоверной информации они тоже мигрируют и поэтому технические средства борьбы с недостоверной информации они тоже улучшаются ну вот например дипфейки как явление которое предполагает использовать наложение голоса изображений и так далее они тоже становятся все более распространенными и автоматические средства отслеживания и борьбы с дипфейками также активно распространяются если так вот прежде чем мы поговорим немножечко о вот этих технических средствах борьбы с фейками приведу несколько интересных примеров как еще в разных странах борется с недостоверной информацией например вот во вьетнаме во вьетнаме власти наняли 10 тысяч человек такую специальную кибердивизию которая будет отслеживать посты в сетях которые вот неправильные взгляды представляют или борят там вот распространять недостоверную информацию вот в казахстане запретили распространять анонимные комментарии тоже способ борьбы с фейками вот поэтому идентификация личности была видена также в китае ну запрет доступа к соцсетям это тоже в некоторых странах такой способ борьбы с фейками мы с вами прекрасно понимаем что это не тот способ который можно которым можно действовать хотя вот как фейсбук заблокировали и теперь никаких проблем у нас распространение фейсбука нет конечно это не так потому что технологии у нас тоже улучшаются и способы получения доступа даже при блокировках они тоже улучшаются ну теперь поэтому я скажу несколько слов про технические решения потому что они тоже достаточно сейчас типизированные и в принципе вопрос связан с динамической контентной фильтрации потому что любая информация не сами слова нужно для того чтобы допустим привлекать машину для того чтобы она выявляла фейки важны не сами слова а их сочетание характер их употребление общая направленность стиль текста это очень сложный глубинный анализ поэтому естественно только развитие искусственного интеллекта может позволить привлекать активно машины наши мм для того чтобы бороться с фейковыми новостями и это идет активно и сами соцсети влияя вот такой так называемый семантический анализ активно используют и государство тоже это технологии достаточно дорогостоящие поэтому они доступны только там каким-то крупным соцсетям маленькие сообщества они вряд ли смогут эти использовать тем не менее государства сейчас рассматривать вопрос о том что чтобы предоставить какой-то доступ подобным технологиям упрощенном порядке чтобы там даже владельцы небольших сайтов могли тоже использовать вот эти вот достижения искусственного интеллекта интеллекта для семантического анализа текста любой фейк нас который распространяется будь это какой-то дипфейк связанные с изображением или аудио накладкой звука он всегда имеет определенные признаки и вот тут как раз искусственный интеллект которому алгоритмически задают направление что и как надо отслеживать он может как раз помочь но следует отметить что всегда все равно должен быть вот должна быть возможность в случае принятия решения искусственным интеллектом упрощенном порядке это решение оспорить уже решение должен принимать человек потому что как бы не развивалась у нас сейчас технологии все равно именно человек должен принимать последним решение о том там блокировать и не блокировать информацию вот поэтому многие соцсети именно так сейчас и поступают крупные то есть первичный у них анализ проводят на предмет фейков приводит именно машина если это там достаточно бесспорные случаи то так они и блокируются но пользователь может легко оспорить это и тогда ему открывают доступ к информации и проверяет уже человек но если есть случаи которые такие пограничны то они сразу до блокировки проверяются экспертами у нас у многих компаний достаточно большие такие вот именно такие штате команды экспертов которая как раз проверяет все что связано с недостоверной информации забегая вперед и деструктивным контентом тоже вот поэтому если кратко говорить о информационной безопасности с точки зрения защиты от фейков то вот это так и теперь я предлагаю пройти опрос пятиминутный вот запустить опрос о том что вы считаете как бороться с фейками так вот например вопрос о том это собственно говоря что мы обсуждали последним кто должен нести ответственность за распространение информации вот ответы в общем-то они достаточно предсказуемо потому что совпадают с тем что говорится и нашим законодательстве законодательстве других стран поэтому да автор фейков всегда должен отвечать так ну и меры которые у нас применяются большинство решило что 56 процентов чтобы пропаганда цифровой грамотности это самый эффективный способ при этом есть мнение что все бесполезно фейки не победить очень интересно послушать тех кто так думает и вот совсем у нас никто не считает что наказание могут привести каким-то эффективным последствиям то есть если даже повысить штраф в до миллиона рублей и людей наказать несколько человек транслировав как они сильно пострадали за фейки все равно это ничего не приведет вот так у нас сейчас считает аудитория а спасибо большое просто хотелось сказать что в принципе как мы знаем примитивная система наказания работает не очень хорошо и даже вот если существует по скоте 2.8 например достаточно высокие штрафы наказания все равно данные действия они продолжают распространяться и как бы мне кажется что посвящение вот начало самое когда людям дают правильную информацию она придется у них на комфорте так скажем они ее запоминают и это уже само по себе превращает возможное распространение цикловой информации возможные преступления и в этом плане может быть усилий придется сложить больше легче конечно покажать нам наказать кого-то но все равно это будет эффективнее понятно спасибо большое так интересная позиция а кто у нас еще виктория да вот да здравствуйте добрый день всем спасибо большое за информацию о первых хочу сказать очень полезно было послушать и второе я ответила на опрос что конечно это наверное какая-то грамотность населения больше уже влияет на то как воспринимаются фейки фейки будут всегда чтобы мы не делали мне кажется это но это мое сугубо личное мнение но я вам сейчас скажу как вот у нас в беларуси это происходит мы общаемся с коллегами то есть даже делаем какой-то мониторинг минимальный как люди относятся к этим фейкам мы видим как люди комментируют какие-то фейки мы их разбираем подробно у нас есть программы то есть люди уже начинают понимать где распространяются фейки это допустим какие-то позиционные телеграм-каналы то есть но они уже потеряли репутацию и мы не можем остановить их работу потому что они находятся за границей мы не можем привлечь их законодательно потому что опять же они находятся за границей но мы начинаем видеть что действительно у людей есть прогресс люди начинают прекрасно понимать что что нас просто атакуют информации которая заставляет паниковать общество и вот эта вот грамотность она не может не радовать ну и в общем приводит к тому что наверное все таки вот это вот самосознательность человеческая она помогает нам сегодня журналистам как это влиять на на сознание общества вот так сформулирую свой ответ спасибо большое спасибо большое вот интересная позиция на самом деле это уже за цифровую грамотность и цифровую гигиену в первую очередь но тем не менее вот у меня позиция что наверно комплекс мерам будет все равно наиболее эффективным вот поэтому в любом случае мы можем совмещать смело разные способы вот но фейки все таки мне кажется победить можно потому что естественно они будут всегда виктория тут вы правы и но вопрос в том кто все таки одержит победу те кто их распространяет и те кто с ними борется Андрей вы хотели что то сказать Андрей да 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 я микрофон выключил хотел немножко дополнить вот как бы ответы на второй вопрос на самом деле мне кажется залогом так сказать борьбы с фейками ну естественно процесс может быть и бесконечен но тем не менее является как бы воспитание критического мышления у аудитории критического в том смысле может быть как в каком обычно работают журналисты если журналист не получил ну нормальный журналист ответственный журналист если не получил мнение из трех независимых источников он конечно эти данные публиковать не будет я думаю что публику которая потребляет вот эти ну условно говоря фейки или не фейки так сказать постребляет информацию надо тоже научить примерно таким же образом работать в интернете для того чтобы воспринимать информацию как достоверное надо получить ее из трех разных независимых источников и это будет в общем очень существенным вкладом в борьбу с фейками спасибо спасибо большое да это на самом деле действительно очень правильно я сама лично точно так же оцениваю много информации которую получаем сейчас наверное каждый из нас находится в ситуации когда много всяких вопросов возникает у нас в связи после начала СВО особенно много всего поэтому согласно Андрей вот эти вот три источника и при чем ты смотришь там и одни одну позицию вторую позицию среднюю и поэтому как-то что-то рождается Дмитрий вот еще хотел сказать Дмитрий иметь правовое значение в будущем потому что под фейком не только понимаются вот как раз таки мы то что говорим в средствах массовой информации фейки под фейками еще можно понимать контрафактную продукцию фото фейки там фейковые аккаунты и вот в каждом получается приведенном мною примере затрагиваются разные интересы то есть здесь нужно как бы вместе с филологами с юристами дать определенную языковую нагрузку чтобы вот это вот этот термин фейк охватывала все вот эти аспекты и чтобы он отражался именно в законодательстве тогда уже можно когда этот термин будет уже урегулирован правовыми правилами там можно уже отталкиваться как раз таки к вопросу о том чтобы его вообще искоренить вот фейковую информацию как таковую то есть нужно начинать не только там со средств массовой информации нужно начинать как раз таки банально с фейковых аккаунтов то есть потому что многие люди пользуются ими ну не из благих намерений и еще под фейком можно интерпретировать так что понимается такая информация которая передается там сплетнями то есть любая история это мнение факты которые происходили в тот или иной промежуток времени и вот мы эту информацию цитируем цитируем там конкретных философов там писателей но мы не можем ручаться за то что они говорили ну это то есть как вот мы уже озвучили насколько я помню вот этот термин трамп вроде употребил первый но фейковая информация как такова она всегда существовала и история как таковая это тоже определенное мнение людей и вот нужно от этого отталкиваться в первую очередь спасибо понятно на самом деле прокомментирую слово фейк это просто английский у нас заимствованное слово фальшивы фейк это фальшивы фейк news это фальшивые новости файк фейк аккаунт фальшивый аккаунт фальшивый сайт и так далее на самом деле я не соглашусь с вами что этого термина нет у нас просто нигде ни в одном мире слово фейк само по себе не дано определение допустим если мы берем фейк news как вот именно фальшивая недостоверная информация то вот она у нас в законодательстве определена и она имеет отношение именно к определенным сферам к информационному законодательству когда мы говорим с вами про фальшивые сайты фейк сайт это тоже у нас есть особенно допустим в сфере если речь идет о финансовых сайтах или там это центробанк регулирует у нас есть и определение что такое там вот эти вот дубли сайтов и ответственность за это что касается аккаунта вот этого вот фейкового да тут возможно действительно нету подобных определений потому что у нас вообще пока не регулируется законодательстве там личная страница или что-то еще статус ее не очень понятен но в целом вот мне кажется такое большое определение фейка оно только приведет к путанице поэтому лучше все-таки есть слона по частям потому что у нас есть в информационной сфере фейки там финансовой сфере фейки да связаны с интернетом но тем не менее вот так так давайте послушаем Евгения и пойдем дальше потому что у нас еще очень большой интересный блог по инструкции да здравствуйте я как раз таки голосовал по поводу все бесполезно фейки не победить но немножко не в такой формулировке потому что можно снизить уровень количества фейков а победить их полностью ну я думаю если за предыдущие несколько сотен лет не получилось то вряд ли мы справимся с этим и может даже и к лучшему иначе это все превратилось бы в антиутопию но вопрос в другом нужно пытаться регулировать реакцию на раздражитель на сам этот фейк на эти новости вот как коллега из Беларуси говорила да то есть общество само рано или поздно доходит до того уровня когда начинает понимать что скорее всего да реакцию не надо проявлять там активно или уровень привыкания к вот этой информации неправдивого характера он достигает такого что не вызывается той запланированной реакции в общем к чему я хочу подвести что главное ну как мне кажется это это работать с реакциями то есть с реакциями на раздражитель потому что раздражитель будет вноситься теми или иными сторонами однозначно с разными целями в разных сферах вопрос в том да я полностью тоже тут согласна я вижу Виктория опять хочет отреагировать к сожалению мы ограничены во времени потому что скажу честно у нас игры очень еще большой я думаю спорный будет блок информации связанный с деструктивным контентом тоже еще поговорим спасибо большое всем за мнение понятно что еще можно говорить вот еще у нас я вижу приходят сообщения через там наш чат поэтому все сейчас обсудим еще в конце у нас будет возможность там минут двадцать там поговорить ну мы с вами переходим к деструктивному контенту и на самом деле вопрос что такое деструктивный контент тоже у нас термин не определен и как и сейчас идет активная работа не только в России но и в других странах о том что же это такое у нас если говорить в общем ну так вот сейчас если посмотреть что в других странах поднимается под деструктивным контентом то под деструктивным контентом понимается информация которая может причинить или причиняет потенциально или там уже причинила вред психическому нравственному физическому состоянию человека или которая может побудить людей к деструктивному поведению то есть антисоциальному поведению или причинению вреда себе людям и имущество это вот то что понимаете деструктивный контент вы сразу же уже я думаю поняли что большинство запрещенной в российской федерации информации которая у нас перечислена в законе 149 ФЗ об информации информационных технологиях и защите информации как раз и деструктивный контент но почему эта тема очень интересна потому что в большинстве стран говорят о том что очень много информации есть такой которая прямо не запрещена но которая потенциально может причинить вред является деструктивным контентом приведу очень простой пример ну вот например жестокое обращение с животными вы не найдете нигде в нашем законодательстве запрета распространять информацию о жестоком обращении с животными вы можете конечно обратившись к уголовному кодексу и кодексу административных правонарушениях увидеть что жестокое обращение с животными запрещено но вот всякие сайты ролики про то как там что-то происходит они не запрещены точно так же все что связано допустим с контентом членовредительстве контент связанный там какое-нибудь руферство зацеперство и прочее то есть это так называемая серая зона законодательно не запрещено но вроде все понимают что не очень-то хорошо этот контент во-первых показывать детям да и взрослым вот тоже зачем нам в сети такая информация с другой стороны мы не можем ее законодательно урегулировать потому что очень много такой информации распространяется допустим в научных целях или там каких-то еще аналогичных целях не связанных с тем что понимается не которые не направлены на деструктивное поведение приведу тоже очень простой пример как вы знаете у нас порнографические изображения у нас в интернете не запрещены только если это порнографические изображения детей но фейсбук он впереди планеты всей установил что нельзя запрещено изображение обнаженной женской груди и к чему это привело потому что сайты по грудному вскармливанию также оказались забаненными очевидно что просто формальное внесение даже в правила платформы каких-то вот таких простых определений может привести к тому что вполне себе позитивный контент будет заблокирован поэтому сейчас активные в российской федерации и других странах пытаются говорить о том что должен быть некий какой-то классификатор видов деструктивного контента но конечно этот контент не должен быть автоматически блокироваться как например все что связано там с пропагандой суицида или там еще чего-то он должен определенным образом рассматриваться и применяться к нему определенные иные меры реагирования ну вот в Великобритании например говорится о том что виды деструктивного контента утверждаются госсекретарем и туда вот пока там два вида это носительный порнографический контент жестокое обращение там с людьми с животными материалы расстройства вещевого поведения и самоубийстве и регулятором должен быть утвердить целый кодекс каким образом те каналы которые распространяют этот контент как вы понимаете это могут быть соцсети а могут быть и закрытые телеграм-каналы куда как правило где вот самый трэш и распространяется каким образом они должны работать с этим контентом и что будет если они не будут работать соответствующим образом в Канаде законодательно закреплены категории деструктивного контента и фактически деструктивный контент приравнивается как у нас вот эта информация запрещенная законом сексуальная контакт участие детей обмен сексуальным изображением безобоятного согласия разжигание ненависти подстрекательство к насилию подстрекательство к терроризму как вы видите эти категории у нас и так запрещены и с ними вполне успешно работают и блокируют его даже в том числе без решения суда то есть Канада решила не расширять и не работать с вот этой серой зоной а только пойти по пути того что вот законодательно запрещено все в сингапуре у них более так подхода они пытаются именно социальные сети возложить ответственность по разработке стандартов чтобы выявлять вот эту серую зону и тоже категория определяются члены вредительства киберзапугивания насильственный контент контент способствующий росту преступности и соцсети должны предоставить возможность чтобы оперативно реагировали на эти сообщения то есть я еще раз подчеркиваю это не то что прямо запрещено законом это некая серая зона вот в России у нас тоже сейчас есть уже определенное регулирование деструктивного контента и у нас эта информация либо запрещена к распространению либо ограничена для распространения контент ну допустим что-то вот для либо для детей либо для всех пользователей запрещенный контент у нас блокируется в судебном или несудебном порядке активно участвуют госорганы и есть еще ограниченный к распространению контент он допустим информация должна распространяться только на специальных сайтах Если информация будет распространяться на других сайтах, то ее должны либо заблокировать, либо каким-то образом удалить. И эту информацию нужно маркировать, как сейчас, например, у нас маркируют иногда плашечкой материалы, содержатся цены насилия или так далее. И уже пользователь сам будет решать, смотреть ее или не смотреть. Что у нас... Вот сейчас идет активная разработка вот этого классификатора видов деструктивного контента. И предлагается в этот деструктивный контент внести, ну, во-первых, запрещенный к распространению контент. То есть если закон запрещает, мы включаем в классификатор. И ограниченное к распространению контент. Как мы уже сказали, здесь тоже это все установлено на уровне закона. Либо законом о защите детей от информации, либо общим законом об информации. Но есть еще вот как раз второй вид, еще два блока контента, который, во-первых, контент, вовлекающий людей в противоправную деятельность. И тут предлагается, что должен существовать некий экспертный совет по цифровым правам, помоченный по цифровым правам, который будет осуществлять верификацию этого контента как деструктивного, включать его в этот классификатор. И после этого соцсети также должны определенным образом реагировать. Но как? Не блокировать, как вот мы точно блокируем всю запрещенку, а неким иным способом реагировать. Про способы поговорим чуть-чуть попозже. Я приведу пример, что это за контент, вовлекающий людей в преступную деятельность. Вот, например, у нас проституция запрещена и за нее... Почему мы говорим, что она запрещена? Потому что за нее установлена административная ответственность. Все, что у нас написано, за что ответственность административная или уголовная, это значит, у нас эти действия запрещены. Также вот информация о надругательстве над телами умерших, о жестоком обращении животных и так далее. Вот эта информация у нас прямо распространять ее запрещено. Но если мы снимем ролик о чем-то и выложим его в сеть, как я, допустим, говорю, как кто-то надругается над телами умерших, то тут уже каких-то специальных у нас средств реагирования нету. Можно, конечно, пойти по длинному пути и обратиться в суд с тем, что эта информация каким-то образом... Потому что в целом у нас информация, которая побуждает к совершению преступлений, она вроде как должна быть запрещена, но это только через суд. То есть вы должны пойти в суд, доказать, что вот этот конкретный ролик, он побуждает людей надругательствовать над телами умерших, и тогда суд ее запретит. Ни о каком оперативном реагировании, как вы понимаете, речи не идет. А в любом случае с деструктивным контентом, как и с фейками, чем быстрее отреагируют, тем меньше шансов, что информация на кого-то повлияет. Или вот, допустим, контент, нарушающий морали и нравственности. Допустим, материалы о расстройствах пищевого поведения. Ну, как оценивать, например, контент такой, что там я ел гречку целый месяц, ничего, кроме гречки, похудел на 20 килограмм, чувствую себя идеально. Понятно, что вы скажете, что это может быть, пожалуйста, это право человека, но в целом для особенно такого неокрепшего сознания неплохо бы повесить плашечку на этот сайт, что, типа, это не совет сертифицированного диетолога или лицензированного врача, обратитесь за конкретными рекомендациями к врачу. Это просто как пример. Это уже речь о формах реагирования, и формы реагирования на деструктивный контент могут быть разными. Как я уже сказала, если это запрещенный контент или ограниченный к распространению, то тут все написано в законе. Для первого – блокировка, для другого – предусмотрено распространение на специальных сайтах, не соблюдаешь, что тебя блокируют. Ну, вот алкоголь тоже, например, у нас вообще нигде нельзя распространять. Если там вот сайты некоторые, там типа продажи алкоголя, ну, они говорят, что это типа витрина и так далее. Ну, в общем, это все равно то, что такая серая зона. Это первое. А вот этот вот контент, который у нас вовлекает людей в противоправную деятельность, нарушает норму морально-гравственности, пока закон у нас не урегулирован. И, как я уже сказала, это есть только предложение в обществе, некий такой запрос, что должен быть на него некие формы реагирования. Какие же могут быть у нас вот формы реагирования на тот контент, который прямо не запрещен и не ограничен? Ну, во-первых, как мы уже сказали, маркировка. Вешаем плашечку и говорим, проверьте информацию или информация содержит жесткое насилие. Пессимизация выдачи контента в поисковых системах. Тоже там понижаешь его, чтобы не на первой строке выезжало, а ниже. Запрет на попадание в рекомендации, допустим, для определенных аудиторий. То есть чтобы у нас не попало там, если явно машина видит, что это ребенок, а у нас отлично работают все соцсети, например, с рекомендациями, то тогда эта информация вообще не должна попадать там на первые рекомендации. Запрет монетизации ресурсов авторов контента – это тоже эффективная мера. То есть они не смогут размещать рекламу, допустим, на этих сайтах. Нельзя будет, пожалуйста, распространять, но никакой рекламы. И запрет на взаимодействие с пользователями, комментарии, лайки, перепосты. То есть, ну, чтобы информация, с одной стороны, не запрещать распространение информации, которая прямо не запрещена, а с другой стороны, каким-то образом ограничить ее распространение. Вот такое идет сейчас обсуждение. И вопросов тут достаточно много, потому что вопрос о том, во-первых, что относить к деструктивному контенту? Только ли информация в открытых источниках или информация в закрытых чатах тоже должна рассматриваться, попадать под это определение, тоже определенным образом фильтроваться. Только ли ограничиться, допустим, информацией, которая пропагандирует запрещенное поведение, но прямо не запрещена сейчас законом, либо включать туда некую еще категорию, как я уже сказала, которая на оценочные и требует определенного дополнительного экспертного обоснования. Поэтому тут вопросов много. И поэтому вот тут у нас уже даже и в чатах вопрос, допустим, как защитить детей от деструктивных информационных воздействий. В первую очередь, конечно, вот этот реестр деструктивного контента или классификатор, он направлен для работы с детской аудиторией. И сейчас разные предлагаются предложения. Во-первых, что родители, во-первых, должны в первую очередь ответственность за то, что смотрят их дети, и они должны настраивать определенным образом им доступы к интернету. Сейчас это возможно. Во-вторых, сделать некий там типа ручью для детей, но тоже как вариант, чтобы, если родитель считает, что это безопасный для детей канал, пожалуйста, будет можно смотреть. То есть, в принципе, конечно, именно дети и молодежь являются основным адресатом вот этого вот заботы со стороны и властей, в принципе, неравнодушных общественных организаций и родителей собственных защиты от вот этого деструктивного контента. Но есть и другие уязвимые группы лиц, и защитить интересы которых тоже возможно вот через такой классификатор позиции. Их позиции много и интересно будет послушать. Во-первых, пройдем давайте с вами опрос, и потом также поговорим, что мы думаем про деструктивный контент. Пожалуйста, опрос давайте. Там тоже несколько вопросов, я не знала, что надо один. Так, давайте начнем с первого. Ну, как я уже сказала, на мой взгляд, деструктивный контент – это все, и что прямо запрещено, ограничено, и то, что причиняет вред, и то, что побуждает лицо к деструктивному поведению, это если мы говорим именно о дефиниции. Если же мы потом говорим именно о классификаторе, то там уже нужно разбираться, какая категория, в принципе, будет. У нас большинство слушателей ответили, что вред психическому здоровью – это один из основной признаков деструктивного контента. На самом деле, интересная позиция. Сейчас среди большинства, когда обсуждается как раз этот классификатор, считается, что именно вред жизни и здоровью является основной. И, кстати, это второй по популярности тоже ответ. Вот. Он самый бесспорный. То есть если информация так или иначе побуждает причинение вред жизни и здоровью, там всякие описания, там, ну, как вот я приведу пример, допустим, какие-то там блогеры, они типа челленджи устраивали, что они там впадут в какой-нибудь там, ну, вот седативных препаратов, там, уснут что-то, ну, вот это вот все, это про это, про то, что это в итоге может привести к какому-то, побудить так же действовать пользователей и вот принести вред. Ну, в целом, все ответы были найдены. В общем-то, ну, наверное, действительно каждый имеет право на существование. Кто должен принимать решения? Вот. Ну, интересно для меня, что, вот, должны быть там четкие, понятные критерии. Согласна с этим. Другое дело, что с этими критериями самый большой вопрос. То есть здесь, мне кажется, как раз когда обсуждаются вот эти вот, вот это контент, незапрещенный законодатель, на который способен причинить вред, все говорят, да, надо что-то с ним делать, да, все правильно, должны быть критерии. Ммм, какие же должны быть критерии? И вот тут начинается самая большая сложность. Но действительно критерии, вот я тут соглашусь с мнением слушателей, критерии лежат в основе всего, потом у нас может и модератор, могут с ним работать, искусственный интеллект, тоже каким-то образом будет его намаркировать. Надо сказать, что сейчас у нас большинство, вот, соцсети сами запускают вот эту борьбу с деструктивным контентом. И у них вот как раз всякие плашечки, там, еще что-то. На первом рубеже стоит как раз искусственный интеллект. У них алгоритмически идет тот же самый семантический анализ, как в случае с фейками, применяется и для деструктивного контента. То есть они смотрят, что это научная статья, либо что-то еще. И в зависимости от этого они там дают предложение ее каким-то образом маркировать негативно или не дают. Но спасибо, большой интересной позиции. Вот хотелось бы тоже послушать, считаете ли вы, возможно, возможно, каким-то образом перейти на нормативное или хотя бы регулированное уровне соцсетей вот этого вот деструктивного контента, то есть самой серой зоны, которая сейчас у нас прямо не запрещена и не ограничена. Нет желающих. А как же свобода слова? Тут же самое главное, что это свобода слова. Если человеку нужна информация, он ее все равно найдет. Если она востребована, то, значит, зачем ее ограничивать? Взрослый человек сам разберется, как тут, где найти, какую все-таки позицию мы будем отстаивать. То, что нам нужно защищать подрастающие поколения уязвимой группы или, ну, пусть, если не запрещено, так, пожалуйста, распространяй. Да. Тогда, Андрей, давайте с вас начнем. Кто первый поднял руку, тот и первый говорит. На самом деле, вот вы, когда запускали эту дискуссию, вы сказали о незащищенных категориях. И, наверное, это правильно, что все основные усилия работы и сообщества, и государства, и, соответственно, провайдеров, которые обеспечивают этот информационный обмен, они должны быть, конечно, направлены на защищенную, на незащищенную аудиторию. И тут вопрос, на самом деле, доверия к тем механизмам, которые используются для, ну, скажем так, работы с этим контентом. Могу привести пример. Значит, вот, ну, по крайней мере, в Европе было одно время принято, так сказать, провайдерами, обеспечивая своих пользователей некими родительскими фильтрами. И, в общем, было несколько разных систем, которые с такими фильтрами работали. И уже вопрос доверия, собственно, родителей к тем или иным фильтрам, их и побуждал к тому, чтобы эти фильтры устанавливать на тот контент, который в итоге доступен их детям. И, может быть, там только какие-то общие принципы были изложены авторами этих фильтров, потому что, ну, там были, если не сотни, то, по крайней мере, десятки параметров, которые, в общем-то, не специалисту было достаточно сложно оценить. Но, так или иначе, если родители мониторили ту информацию, с которой в итоге работают их дети, они, в общем, проникались к этим фильтрам довериям и, соответственно, продолжали их использовать. И мне кажется, что, ну, какое-то такое вот, скажем так, четкое законодательное регулирование, ну, во-первых, невозможно, потому что, в общем, понимание того, что относится к деструктивному контенту, оно все-таки дрейфует со временем, да, так сказать, изменяется. И мне кажется, что вот это вот четкие и понятные, так сказать, требования, они, их будет достаточно сложно восстановить и достаточно сложно поддерживать, постоянно актуально. Поэтому, конечно, должно быть, если мы говорим о соцсетях, то должно быть доверие к механизму фильтрации, который те или иные сети используют. Спасибо. Спасибо большое. Но вот, на самом деле, идея-то и была, что мы не будем законодательно устанавливать, мы создадим некий обществом, экспертами созданный классификатор, который будет постоянно дополняться, именно потому что это очень живая категория. Вот, кстати говоря, спасибо большое за вопрос, он как бы, и то не мне, но я его с позволения автора зачитаю. «Как быть с кинематографическими произведениями, содержащими деструктивный контент с целью раскрытия творческого замысла?» Добавлю еще и научные произведения, и классику наши, если мы посмотрим, да, и почитаем, допустим, роман «Преступление и наказание», там очень жестоко описано убийство старухи-проценщицы, и тем не менее мы же понимаем, что мы должны давать доступ к этому роману. Также и с кинематографическими произведениями. Здесь, как я уже сказала, все как у нас сейчас идет с работой с контентом для детей, да. Если это нужно в научных целях, там еще каких-то, или там образовательных, то, естественно, это допускается. Вопрос-то и должны, да, и Набоков тоже под вопросом, как действительно так и есть. Но, тем не менее, вот сейчас у нас все, что касается Набоков, однозначно маркируется 18+, это именно маркировка возрастного контента, вот, поэтому тут мы же не говорим про запрет сразу, потому что для многих борьба с деструктивным контентом, все блокировать, запретить, и все, никакого доступа. Нет, это другие формы реагирования, которые, там, не те, которые мы используем для работы с запрещенным контентом и иным, вот, ограниченным распространением, да, там, БАД и прочее. Виктория, еще хотелось высказаться. Вот, давайте. Да, я хотела бы вот просто рассказать, как это происходит с моими детьми. Они смотрят YouTube Kids, и там, по идее же, есть какой-то фильтр, который не допускает какую-то информацию, которая предназначена для взрослых, но, тем не менее, смотрите, вот у нас в Беларуси идет полная антипропаганда ЛГБТ-сообщества, но в Америке, где существует, ну, где, в принципе, и создавался этот YouTube Kids, вот эти вот радужные символы, где мальчик с мальчиком и девочка с девочкой, то есть для них это абсолютная норма, и я зачастую из-за того, что мои родители смотрят YouTube Kids, я замечаю, что проскакивает и такое среди детского контента, да, и поэтому я думаю, что доверять искусственному интеллекту, особенно тем платформам, которые созданы где-то не у нас, вот вы говорите YouTube Kids, да, а он есть сейчас, я просто не в курсе, ну, может быть, тогда я начну включать это своим детям вместо того, чтобы показывать YouTube, но в любом случае там есть какое-то время, которое предоставляется для них, чтобы посмотреть мультики. А где их смотреть? Смотреть только русские мультики, ну, неинтересно детям, да, вот они любят эти, где прыгают, бегают, поэтому я хочу еще раз подвести такую черту, сказать, что искусственному интеллекту, который был на тех платформах, которые созданы не у нас, а в странах, где, в принципе, совсем другой подход к жизни, ему доверять тоже нельзя, поэтому здесь ответственность сугубо родительская, и, наверное, тех, ну, модераторов, родители — это и есть модераторы, того контента, который смотрят дети. Он гораздо, гораздо более сложный, потому что вопрос же идет, почему я про скрепы общества у вас вопрос даже прозвучал, потому что это вопрос еще и ценности, да, модель поведения. Ну, вот, например, считается, ну, некоторые, вот, когда шла дискуссия про деструктивный контент, многие сказали, что в сайты Child Free также должны попасть в деструктивный контент, потому что они пропагандируют модель поведения, которая общество в дальнейшем, если будет воспринято обществом, приведет просто к разрушению. Ну, и точно так же, допустим, там тоже свинку Беппу я вспомнила, да, там очень странный образ отца, то есть вот я бы не хотела, например, своим детям показывать, чтобы у них образ отца, мужчина формировался такой, что он там какой-то инфантильный, все время у него ничего не получается, и, в общем, такой вот он ни к селу, ни к городу. Мне хочется, чтобы у них был образ отца, что это тот, кто берет ответственность за сию, все решает, ну и так далее. То есть это вопрос тоже вот про скрепы общества, к деструктивному контенту тоже вот очень многие эксперты говорят активно. Да, вот, Данил. Я слабо разбираюсь в данной тематике, поэтому поддискутировать не получится, но хотел задать вопрос, вот такой, который беспокоит меня. Как вы считаете, вот инструмент пропаганды, да, потому что и фейки, как бы завязаны в пропаганду, и деструктивный контент, который там одним обществом воспринимается как деструктивный, другим как недеструктивный, для кого-то нормальный, для кого-то ненормальный. Вот, и тут все красной линией проходит пропаганда, и вот, может быть, стоит как-то бороться с самим инструментом пропаганды, вот с этим понятием пропаганды, что а не с результатами, которые... Надеюсь, я понятно выразился. Как вы думаете на этот вопрос? Я понимаю, что вы хотите сказать. Я правильно вас понимаю, что вы считаете, если, допустим, контент пропагандирует что-то, ну вот как, например, то же самое там ЛГБТ-поведение, что типа, да, давайте, это круто, давайте все вот пойдем туда. Это одна ситуация. Если он просто рассказывает, что вот, ну, есть такие проблемы в обществе, вот они как факт есть, то это уже другая ситуация. С первым надо бороться, потому что проявления его будут негативные, а со вторым нет. Или я что-то не так поняла. Что у нас еще, если хочет кто-то высказаться, давайте еще выскажемся. Ну вот. Спасибо, да, я поняла, что так. Тут вот у меня тоже такой же подход, что только тот контент, который именно направлен на пропаганду, а информационный и прочее, это действительно наше право на получение информации разных точек зрения. Дмитрий. Спасибо. Так меня слышно должно быть. Относительно контента и, в принципе, подборки любой там информации, что вот касается YouTube Kids, как Виктория подметила, и, в принципе, алгоритмов YouTube. то есть вопрос всегда идет тех самых рекомендаций, которые там изначально кем-то либо просматриваются, либо предлагаются с моей площадкой на основе алгоритмов, прорабатываемых непосредственно. С моей точки зрения, как обычно, тоже самого пользователя, да, мне будет там неприятно какой-либо контент, в принципе, получать, если я, например, я просматриваю там автотематику, вот буквально, и мне там через там 10-15 видео мне предлагают какое-либо другое. Мне это будет, ну, вызывать вопрос, почему мне это предлагается, если с самого начала это не просматривается. То же касается и любого иного контента, и касается и деструктивного, и когда он попадает в просмотр какой-либо группы лиц. Кто мне это предлагает? На основе чего? То есть если у меня есть какой-то алгоритм, который просчитывает, ну, то, что я отсматриваю, почему он мне предлагает контент, который я, во-первых, а, не отсматриваю, б, который не стоит у меня в самого рекомендациях. Вот. И, конечно, да, там, если брать искусственный интеллект, то он прорабатывает, возможно, все ситуации и берет ситуацию, ну, от общего количества пользователей. А, например, тот же самый оператор, ну, там, если это человек, то он, наверное, может просто рассматривать позиции своей и также предлагать этот контент. Возможно, я отступил от тематики, но я считаю то, что ответственность за тот или иной контент, который человек будет просматривать, лежит и на нем самом. То, что если он это у себя из рекомендации опять же не уберет, то эта площадка рано или поздно вне зависимости от времени что-либо ему и предложит. Конечно, защищаться хочется и защищаться таким образом, чтобы этот контент тебе не попадал, но система не безупречна и человек все еще остается человеком и вот этот фактор с какого-либо взаимодействия он остается. Спасибо. Спасибо большое. Даже вот хочу зачитать правильно вот прям к вашим этому словам. Чтобы ваш сын не был похож на Барта Симпсон, надо, чтобы вы не были Гомером Симпсоном, ответил там создатель этого сериала, когда требовали прекратить этот мультик, который непонятно что пропагандирует. Действительно, так и есть, собственно. Если не хочешь смотреть, никто тебя не заставит смотреть, а если есть запрос, все равно человек так или иначе найдет информацию. Поэтому тут вопрос именно в том, что, к сожалению, родительский контроль это очень хорошая вещь, но большинство родителей у нас достаточно лояльны к тому, что смотрят их дети и даже иногда сами в силу того, что они выросли в другом немножко представлении поколения не понимают, насколько глубоко ребенок может погрузиться в интернет и что он там может найти и как настроить этот родительский контроль. Поэтому вот здесь тоже, конечно, есть определенный запрос согласно с Андреем, что уязвимые категории населения, к числу которых, конечно, относятся дети, должны защищаться повышенным образом, в том числе через выдачу рекомендаций или еще что-то. Не должны ребенку 12 лет ВК предлагать, ну, то есть я рассказываю случаи, которые абсолютно нормальны, то есть там развлечения в банке это ненормально, то есть это в рекомендациях не может выйти, потому что там 12-14 лет, сколько там в 14 лет может быть ВК, но даже с 14 лет это не должно быть, это должно быть, вот это как раз отслеживаться. Поэтому мне кажется, что правильная позиция, пользователь отвечает, но и в определенной степени мы тоже ответственны за то, что показываем. Иначе закона об информации нашей и регулирования всего этого информационного поля и соцсетей, оно бы не развивалось, если бы все было так просто. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова